Всем привет! С вами Олег Соскин. Мы на моем первом канале. Есть второй. Соскин Юс, Юса. Материалы даю абсолютно разные. Подписывайтесь и на один, и на второй. Будет интересно. Тем более время такое, как говорится, необычайное. Ну, я говорил, что будет время хаоса. Хаос в своих различных течениях, потоках, я бы даже так сказал, ну и в течениях тоже, мейнстримах, он сегодня развертывается непосредственно в Украине, на территории Российской Федерации, пока так Московия называется. Он стремится вырваться за пределы вот этого пространства Украино-Российского и выйти и в Литву, и в Латвию, и в Эстонию, и в Польшу особенно, прямо аж проламывает. Конечно, Грузия и Молдова. Это начальная фаза. Она будет усиливаться, она не остановится. Сегодня мы имеем с вами 20 марта, 22 года, воскресенье, ну и 25 день вероломной тотальной агрессии, подчеркиваю, геноцидной войны от государства империи террориста, который главным есть, ну и второй есть. То есть, против нас воюет коалиция, это однозначно, надо об этом говорить Зеленский, Володя, дорогой ты наш. Я понимаю, что в геополитике ты, конечно, как то же самое, баран в этих самых, но что сделаешь? Хотя бы, понимаю, что нет времени у тебя читать информацию и так далее, но есть еще какие-то другие люди у тебя все-таки такие, более-менее. Тот же Данилов, кто еще, даже не знаю, но Арестович там у тебя, это как бы такой, видимо, домашний психиатр. Ермак, он по другой части, кто еще, кто там? Миша этот, Подолян, ну это как бы вообще совершенно иная субстанция. А кто еще? Резников, достаточно все-таки такой умный человек, аккуратный, осторожный. Больше даже не могу сказать, ну не Шмигаль же в самом деле. Ну жена, видимо, да, Зеленский, жена все-таки как-то, она может, у нее чутье есть 100%, она постоянно с тобой была. Шефиры там или как это, Тимошенко, ну это все глупости, Володя, это просто глупости, понимаешь? Вот те люди, которые там что-то, так сказать, излагают, это все, в общем-то, чистый такой, знаешь, базар 95-го квартала. Но не более того, это все очень несерьезно, это абсолютно несерьезно, абсолютно. Я не знаю там, кто у тебя такие, как бы, фигуры. Астафийчук, ну, тоже он юрист такой, умеет очень гладко говорить так. А серьезных людей, вот как бы серьезных, ну кому можно доверять, кого можно воспринимать как фигур, так у тебя нет? Нет? А с кем же ты советуешься тогда? Кто тебе, так сказать, ну тогда получается, что ты сам ничего не решаешь. За тебя решает кто-то другой, тебе просто выдают директивы, и ты их каким-то способом, как карты тасуешь, и какую карту вытащил с директив, ты в этот момент реализуешь. Но по-другому не могу объяснить, не могу объяснить. Поэтому, ну давайте попробуем, так сказать, исходя из вот этой ситуации, которая сегодня в Украине, а она плохая ситуация, прямо скажем, она плохая. То есть то, что нация держится, государство держится, народ держится, то, что армия воюет, и Тарабайрона, и мужчины Украины, и женщины, это замечательно. Но, если брать, вот, политэкономически, социально, финансово, геополитически, ситуация очень плохая. Стратегическая, она плохая. Хорошее в чем, что уже месяц 100% будет войны, и страна будет держаться. То есть уже это означает, что путинская матрешка, которую он открыл, да, и там была прописана вот эта спецоперация, как он ее называл, деноцификации, это же слова такие придумали, идиогребанные, да, умиротворение, принужденное к миру, там, демилитаризация, нейтральный статус, захват Киева, устранение Зеленского и нынешней модели власти, поставить свое быдло. Ну и понятно, Медведчук должен был быть премьером, Янукович это такой был бы, как бы, общий президент, такой типа, восстановление, они же не сняли, Зеленский, не снято же требование, чтобы был госпереворот. Поэтому ты у них считаешься этим, мятежником. Он с мятежником вообще не будет встречаться, а что ты взял? Порошенко для него вообще, как бы, враг, который осуществил госпереворот, а ты мятежник, который продолжил линию госпереворота. Поэтому ты для него нелегитимный президент, и не будешь легитимным, он с тобой не будет встречаться. Зачем ты ему нужен? Ты для него инфузория туфелька, Зеленский. Возьми, пусть тебе микроскоп принесут, посмотри там, японский, например, да, пойди посмотри. Там всякие такие лазят в этом пространстве. Вот. Ну, и в воде тоже. Амебы есть, инфузории туфельки. Вот именно для него амеба, я такое, знаешь, соединение амебы с инфузорией туфельки. Есть Зеленский, нет Зеленского. Ты для него членопианист. Вот просто себе, вот как бы, запомни эти слова. Они, конечно, неприятные, они вызывают раздражение, гнев, злость, там, может, даже ярость твою какую-то. Но это так есть. Владимир, так есть. Да и расточеком ты еще с ним одинаковый, понимаешь, это его еще больше бесит. Просто он бесит, потому что он же под дьяволом находится в Путине. Как ты можешь с представителем дьявола говорить, Зеленский? Расскажи мне. С военным преступником? С кровавым диктатором? Как с ним можно говорить? Серийный каннибал-преступник. Как ты с ним можешь говорить? Пойди в киевский зоопарк, попробуй войди в клетку к тигру. Что там от тебя останется? Сошлет же тигр, правильно? Если его еще не кормить. Вместо тигра, посмотри, вот возьми, поставь Путина. Но он не тигр, еще хуже. Он крокодил Зеленский, понимаешь? Он репталоид Зеленский. Ты имеешь дело с рептилоидом. Это рептилия, понимаешь? И те, кто ему служат, это тоже репталоиды. Ну как ты можешь репталоида победить? Тираннозавра, как ты можешь тираннозавра... Как ты можешь тираннозавром говорить, Зеленский? Ну очнись, очнись. Три года вы там все жевали-жевали с Лукашенко. Ну понятно. Тебя окружают агенты белорусского КГБ. Они же агенты Путина. Они бабло зарабатывали на тебе. Ну тебе там, может, что-то кидали через скрипту там, или как Ермак там организовал. Ну и что? Ну, от этого тебе что, легче стало? Я не думаю. Поэтому пойми, что как бы тебе противостоит смерть. Ужас смерть. И ты для него как бы отработанный материал. Поэтому он не будет, ты ему не нужен. Ну, играть он с тобой может, а что? Может, в принципе. Хотя крокодил и не играет. Но он так иногда бывает, когда он сытый, он сразу не жрет, а так немножко позабавится может. Не знаю, что там он получает, то жует, то не жует. Ну, где-то так. Где-то так. Поэтому все, кто себе говорит, что там будут переговоры и прочее. Я понимаю, у тебя есть куратор. Он находится в синдикате Московии. Однозначно. Скорее всего, я считаю, что это Могилевич Шнайдер. По всем показателям. По всем. Он всегда был. Он был при Кучме. Он был при Ющенко. Потом при Януковиче. При Порошенко. Он всегда был. Его представители Миша Левин, Фирташ, Кличко с ними. Это было понятно. Это тоже ясно. Здесь Ахметов. Это другая немножко как бы система. Он имеет своего куратора. Его куратор в немилость попал к Путину. Поэтому разбомбили, громят Мариуполь, город Царицы Небесной, Девы Марии. Нашей защитницей Зеленской. Украинцев, ариев, русичей, славян, потомков скифов. Греки пришли, основали. Но икона была православная, ортодоксальная. Но ты не знаешь, что это такое. Это понятно. Потому что вообще непонятно, кто ты такой по парадигме. Ты же даже не говоришь. А раз не говоришь, значит скрываешь. А раз скрываешь, значит есть что скрывать. Как Петька спрашивал, Чапаева говорит. Анка говорит, может иметь мужчину или не может. Ну, говорит, селедку ест, ест. Воду пьет, пьет. В туалет ходит, ходит. Ну, значит может и мужчин иметь. Так и здесь все просто, Зеленский. Абсолютно просто. Так вот смотри, что получается. То есть Путину, в принципе, ты нужен в гробу в белых тапочках, покрытый белой простыней. Реально себе вот просто пойми это. Ты ему не нужен как переговорщик. Ты ему вообще не нужен. Понимаешь? Поэтому и Лукашенко ты не нужен. Уже есть вторая сторона агрессор, которая полностью с ним. Это Лукашенко и его Кодла. То есть сумасшедший с двумя справками Советского Союза. То есть он чистый сумасшедший. Абсолютно. Ему поставлен был реальный диагноз. Ну, каждый, ну ты не служил, да? Ну, я служил там, другие моего возраста. Мы-то знаем, как это было в Советском Союзе. Мы все проходили вот эти медкомиссии, невропатологов, психиатров и так далее. Там молоточком по нам били. То, то, еще всякие делали процедуры. Понимаешь, Деленский? А там было четкое характеристики, критерий. Так вот у этого Лукашенко, у него две таких справки, что он сумасшедший. Ну, как у Порубия, понимаешь? Вот, Порубия тоже справка есть, понимаешь? Я помню, с ним общался, с папой. Ну, так, не дай бог. Я его помню, в 90-х годах, когда я возглавлял Украинскую Национальную Консервативную Партию. Ну, вот это я помню его. Надо было, конечно, идти. Меня Черновол звал, идти надо было главой Киевского руха и членом их центрального провода, замом Черновола. Ну, Олег Игоревич взял во мне верх гордыня. А не надо было. Надо было идти с Черноволом. Мы все же хотим первыми быть. В Евангелии написано, кто хочет быть первым, будет последний, а последние будут первыми. Вот это ж нас всех губило. Не повторяйте их, так сказать, наших промах. Так вот, смотри. То есть, Путин четко ориентирован на уничтожение Украины. Он заявил, должен быть Советский Союз, Зеленский. Если не ошибаюсь, 21 или 22 декабря этого 20... Смотри, как там, даже 22, кажется. 22, 12, 20, 22. Зеленский это полный этаж. Вот он хочет, столетие будет Советского Союза, он его хочет восстановить. Ты у него лежишь на пути. У тебя есть куратор, потому что у Путина в его синдикате, ну не у него, а в их синдикате, у них есть доли. Путина больше 50%, но у него точно нет 75%, у него точно, я думаю, даже 2 третей нету. А может есть, не знаю, ну где-то вот на пороге, но 60 точно есть. Вот кто в его группу входит уже намертво в этом синдикате? Это он, это Лавров, ну Маша Захарова, так сказать. Это Песков. Это однозначно Шойгу и вся милитарная команда. Они ему поклялись, Герасимов вот этот вот, ну морды ж какие, ты же видишь какие. Вот, они ему поклялись, как говорится, на крови. Вот, то есть там вообще нету верхушки абсолютно, я не знаю там нормальных. Я думаю, их там просто нет. На уровне генштаба и заместителей Шойгу нормальных нет. Наверное, где-то есть ниже, но мы их пока тоже не видим. Ни один полковник, ни один генерал не выступил против Путина, не перешел на нашу сторону, Зеленский. Значит их нет. Уже их сколько перебили, это чистые убийцы. Уже их тут перемолотили по полной программе. Последнего этого полия предателя сжахнули. Но мы не видим, хотя бы один, два там полковники, подполковники перешли бы на сторону Украины и что-то сказали. Таких нет. Зеленский. Это очень серьезно. Поэтому не слушай всяких там, блин, экспертов, которые сегодня там что-то болтают и так далее. О том, что Путин обречен. Он пока не обречен. Синдикат Путина работает нормально, функционирует. Это машина, которая перемалывает все вокруг. Это кровавая машина смерти. Зеленский. Не зря они идут под лозунгом, что Украина это нацисты. Какой Зеленский? Ну, не знаю. Ты должен в этом чуть-чуть что-то соображать. Тебе же там покабали, что-то рассказывали, наверное, про эти все фигню. Там сифироты, там это все дрянь всякую. Смотри. Есть вот на Кубинке стоит это гребанное капище. Которое они называют православным храмом. Там Гундяя, ну Гундяя входит в банку, конечно, в синдикат, 100%. Так вот, он главный там. Это построено было, этот храм из типа орудий там всяких, которые были захвачены у гитлеровской Германии, нацистской Германии Гитлера. Понимаешь? Там ступени отлиты, там еще что-то. Капище наполнено, это мерзость. Это мерзость на святом месте. Ну, Даниила, почитай откровения в Библии. Там более-менее. Может, что-то соображаешь. Ну, кто-то расскажет. Там же есть у тебя умный. Так вот, Ходоса позови. Он тебе много может с Харькова рассказать нам как раз. Ну, твоих же кровей опять-таки взял, крестился православный. Правда, в московской церкви. Но все равно очень умный. Так вот, смотри. Что это такое? Это капище. Оно как бы выстроено против кого? Против нацистов. Поэтому проводится параллель, что Украина и живущие в Украине, это такие же нацисты, как в Германии у Гитлера. Понимаешь? Но ты же ему дышь чуть-чуть позабись. Басхиш есть у тебя. Ты же такой шустрый парень. Смотри. Молодой. Еще шмазь. Работаю. Смотри, Володя. Но тогда получается следующее, что ты теперь лидер нацистов. Понимаешь? Ну, Коломойский тоже. Это супернацист однозначно. Получается так, что ты лидер нацистов, украинских нацистов. А Гитлер был лидер германских нацистов. Притом у вас одинаковое, как бы получается, как бы это сказать, они пробудят тебя по тем же лекалам, как Гитлера. Гитлер же тоже не Гитлер, а Шекель Грубер, Зеленский, понимаешь? То есть в нем тоже есть кровь кого? Ашкеназов. И ты нацист. Тебе тоже есть эта кровь. Но ты украинский нацист, а то германские нацисты. Понимаешь? Для него. А раз ты нацист, а этот капище требует крови. Нацистской там заложена такая женская там дрянь, сущность там, которую они с Акадой взяли, первичную еще до этого. Как там его? Бога. Мордук там или как там. Ну, не важно. Которая у нее там, типа поехала крыша от того, что ее там мужа. Кто-то как-то там убил там боги там космические в третьем поколении и так далее. Ну, там целая фигня. Не будем заморачиваться. Получается, что ты Гитлер для Путина. И тебя надо, что, Зеленский, уничтожить. Понимаешь? Поэтому между вами как бы взаимодействия быть не может. Это как между Сталином было и Гитлером. То есть ты, фактически Путин это Сталин, а ты Джуашвили, кстати, тоже сын Юды. Джуашвили. Швили это сын. Кого же сын? Джуги, Юды, да? Вот. И ты тоже. Зеленский получаешься. А как этот Путин? Он же не Путин, а Шалумов, да? Он байстрюк. У него же отца нет. Он внебрачный сын. Это же все потом попридумывали. Вот. На Кавказе где-то там его там как бы родили. Ну, как Сталин, Джуашвили. Он же тоже байстрюк был. У него же отец там был. Азербайджанец или армянин. Там эту маму его, так сказать, где-то там поймал в прачечной. Ну, и потом за своего Йосифа аж этого сапожника выдал. Поэтому тот и бил все время мальчиком. Ну, тебя ж не били. А Путина били. Понимаешь? Ты, я так понимаю, в любви вырос. А он наоборот. Он зверь. Поэтому по аналогии Путин это Сталин, а ты тогда Гитлер. Ну, для него. Я не говорю, что для нас. Нет. Но для него, да. Тогда получается как бы правильная матрица. Понимаешь? Тогда нормально. То есть Украина заменила Германию. Ну, уже того Советского Союза тоже нет. Поэтому получается 45-миллионная Украина и 140-миллионная конгломерация остатки империи под названием Российской Федерации. Прибедительно соразмерные величины Зеленский. Только поменялось. Тогда Гитлер напал первым на Сталина опередил. А сейчас Путин Сталин Шаломов напал на тебя Зеленского Гитлера. Вот. То есть в мозгах пойми в мозгах Путина я так понимаю вот такая где-то сложена. Там Дугин же у него есть тоже. Большой хренов специалист еще там Малафеев там Новинский кстати Зеленский ну что ты держишь этого Новинского прими решение про маленькое решение маленькое маленькое подпиши указ про лишение Новинского украинского гражданства. Ты решишь огромный объем проблем Зеленский ты сразу уничтожишь фактически всю финансовую основу и силовую основу здесь московского кгбисского гребаного гундяевского гнезда. московского патриархата. Все все а потом просто возьми ну каких-то есть хорошие люди ну Дробинка возьми Дробинка возьми он хороший переговорщик там у него бывают какие-то видно тоже штамбы эти его Сабадан очень любил видно вырастил все-таки очень классный парень плюс есть нормальный хлопец бывший офицер кстати это тот настоятель теперь Андреевского собора в Киеве который представляет здесь интересы вселенского патриарха Варфолонде ну просто вот этих двух возьми и возьми от Епифания кого-то там ну не из Зарю конечно а там есть управ делами у него там нормальный такой парень вот и простые вещи сделайте пусть список тех которые хотели быть в объединительном соборе когда создавалось восстанавливалось восстанавливалось православная церковь Украины есть есть вот тех которых насильно с применением силы насилие было над ними осуществлено вывез Новинский из готеля Киев если не ошибаюсь позови нормальных людей которые тебе это расскажут как это сделать и пусть этих людей защитят этих митрополитов то есть вся западная Украина центральная сейчас может спокойно войти в ПЦУ собор ПЦУ проведите с Ануфрием переговорить он все равно конченный для Путина для Гундяева они его все равно хотят убить надо нейтрализовать там 4-5 человек но как только Новинского не будет все почему казаки до сих пор московские российские казаки до сих пор ну типа с Кубани ну там бандиты это ФСБ это гады эти всякие контролируют Почаевскую лавру нашу в Тернопольской области Зеленский ну почему это же ну непростительно это понимаешь поэтому начни делать конкретные шаги у тебя есть Венедиктова у тебя есть Баканов у тебя есть Буданов есть подразделение спецапорации есть наш СБУ Альфа в чем проблема Зеленский в чем проблема не вижу вообще никаких проблем Уж сколько раз твердили миру что лезть гнусна помнишь читай вот Крылова возьми прочитай Ворона леса и сыр вот там прямо про тебя ну что ты так любишь когда тебе льстят почему ты так обижаешься когда тебе говорят правду тебе же не хотят соскин не хочет тебе хуже потому что если тебе хуже значит будет Украине хуже потому что украинская как это сказать обывательская среда тебя избрала так случилось что ты избран как говорится божьим орудием почему ну так случилось почему так избрали тебя поэтому тебе надо это реализовывать как было сколь дир тебе же не хочешь как они закончат правильно там могила есть их там есть часовенка недалеко там от тебя на схелах Днепра сходи помолись туда может вразумление какое-то даст тебе бог поэтому сейчас тебе не надо вот этими заниматься переговорами там этим с Путиным это глупости все занимайся только поставь там Ермака я уже говорил оставь этого Мишу как там его подалека вот оставь там этих Харахами еще кого-то занимайтесь может Верещук веди туда занимайся создайте вот эту структуру по обмену пленами правильно должны быть лагеря но что делать кто хочет выкупить пусть выкупают своих пленных так всегда было родители пусть спонсоров находят менять надо на наших которые вот так например как мэр Мелитополя там и так далее но вот так надо обменивать надо что-то что-то делайте где Медведчук где Марченко я не понимаю почему ее в розыск не дали почему только Медведчука Венедиктова а Царев почему ходит заложные там что-то нам рассказывают что политики не то говорят и так далее заложному надо другим заниматься вот Царева поймаете спецоперации вот это будет кайф если Царева поймаете он сейчас там начал рассказывать как надо Вилкулам сдать твою родину Кривой Рог малую родину сдать слышу но Вилкул вроде ему так объяснил молодой по этому поводу послал его говорит Царев но он не Царев он пришмандовкин какой-то какой он нафиг Царев морду посмотри посмотрите его сюжеты когда он в Венесуэле там отдыхал у этого Мадуро еще да или еще был этот Чавес там с детьми в какой-то там водяной кларке маленькие детки венесуэльские они его обнимают он их тоже там целует и так далее ну очень нехороший сюжет Зеленский такой хреновый хреновый то есть это кива номер два или кива или они одинаковые поэтому я думаю что тебе над этим надо подумать обязательно подумай то есть не трать свои силы на то что бесперспективно и абсолютно ничего тебе не даст сосредоточься на главных направлениях хаос победить никто не может поэтому думай о том как уничтожить репталоида как победить крокодила тираннозавра вот про это все время думай и тогда тебе надо такие люди и такие инструменты которые тебе позволяют это сделать нынешнее твое окружение к сожалению Володя к этому что не способно ну вот вы были с Олегом Соскиным на новом первом канале сегодня еще раз говорю какое получаем уже 20 марта 25 день войны геноцидной держимся все доброго до новых встреч подписывайтесь поддержите канал комментируйте до новых встреч